На ютюбе лекции можно найти о конце света. Пророк, саллиллаху аль-Ахиусалям, сказал в достоверном хадисе, и ты такой... Есть такие теории, что я-аджудж-мааджудж, это европейцы. Вы серьезно? Аллах говорит... Они, то есть неверующие, хитрили. И Аллах хитрил, а Аллах лучший из хитрецов. Если вам кажется, что иллюминаты властны объединить все государства, и если думаете, что один новый мировой порядок сотрет с лица земли общину мусульман, то этот хадис говорит, что этого никогда не случится. Первые двадцать дней поста в Рамадан – это подготовка к последним десяти дням. И первые двадцать ночей – подготовка к последним десяти ночам. Аллах дал нам ночь предопределения. И она грядет. Аллах готовит нас. Причисто Аллах, к чему же Он нас готовит? Он готовит нас к тому, чтобы в ля и ля туль-кадр – ночь предопределения. Мы поклонялись Аллаху. Мы перед этим духовно укреплялись двадцать ночей. И теперь мы готовы к ночи предопределения, чтобы усердно поклоняться в это время. Сподвижники да будет доволен ими Аллах. Говорили пророку. О посланник Аллаха. Люди до нас жили дольше, чем мы. Некоторые жили лет до трехсот. Вот посланник Нух, мир ему, согласно Корану, жил девятьсот пятьдесят лет. Девятьсот пятьдесят лет. И вот сподвижники говорят, мол, мы живем шестьдесят-семьдесят лет, всего-навсего. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, получил от Аллаха информацию о ночи предопределения. Наступает она в одну из последних десяти ночей. И эта ночь предопределения лучше, чем тысячи месяцев поклонения. А это восемьдесят три года и четыре месяца. Вот представьте, перед вами целая гора монет по одному и по два фунта. И каждому из вас дадут лопату. Скажут, приготовьтесь. Сейчас сможете лопатой отгрести сколько хотите. Сколько успеете? За полчаса. Вот скажите, сколько из вас остановится? Раньше, чем через тридцать минут. Типа минуту-две покопал и такой отдохну-ка. Сколько из вас, имея возможность отгрести столько монет, сколько хочешь? Сколько отдыхать будут? Да вообще никто. Поднимите руку, кто отдыхал бы? Типа мне столько не надо. Машалла, машалла. Никто бы не отдыхал, да и я тоже. И вот пришел Рамадан, и в этот месяц Аллах приумножает награду за все в семьдесят раз. Семидесятикратно воздает за все. Вот скажите, Субханаллах. Смотрите, вне Рамадана, за Субханаллах, вы получите одно дерево в раю. Оно настолько широкое, что быстрый всадник будет скакать пятьсот лет, чтобы выехать из его тени. А если в Рамадан скажешь, Субханаллах, Аллах тебе даст семьдесят таких деревьев. Скажите. Еще раз скажите. Вот, машаллах, двести десять деревьев уже. Каждому. В своем месте в раю у каждого столько появилось. Скажите Субханаллах. Двести восемьдесят уже. Скажите Субханаллах. Триста пятьдесят уже. Маша Аллах. Всего за пять слов. Вне Рамадана. За аят. Скажите. Вне Рамадана вы получили бы тридцать наград. Как нам пророк говорил. Десять за алив. Десять за лям. Десять за мим. А если скажешь это в Рамадан, Всевышний Аллах как это приумножит? Он вместо тридцати наград даст две тысячи сто наград. А за следующее слово? Далика. Еще две тысячи сто. Вне Рамадана ты шестьдесят наград получишь за алифлям мим и далика. А в Рамадан четыре тысячи двести. За алифлям мим и далика. Всего за шесть букв. Вот скажите мне. Зная это, если считать начать, вот я вам вот что предложу сделать. Смотрите. Попробуйте посчитать на компьютере, сколько вы наград получите за одну только Суру Фатиха. Только за Суру Фатиха. Скольки значное число будет? Представляете? Сложно даже представить, сколько награды можно получить от Аллаха. Или посчитайте начало Суры Бакара. А представьте за весь Коран, если в Рамадан прочитаете полностью Коран, это будет как за год 70 Коранов. Вот кто сможет 70 раз Коран прочитать за год? Никто практически. А Аллах раз в год, в месяц Рамадан, за прочтение одного Корана даст награду, как за прочтение 70 Коранов вне Рамадана. 70 Коранов. Причист величайший Аллах. А ночь Кадр? Это вообще золотая жила. Самый большой бонус, который только может быть. За все, что мы в эту ночь делаем, Аллах даст нам награду, как будто мы это благое дело совершали на протяжении 83 лет и 4 месяцев. Представляете? Всевышний Аллах дал нам все это, чтобы мы в это время отвлеклись от поминания всего остального и устремились к поминанию его. Зачем он все это нам сказал? Аллах, всемогущенный велик, хочет изменить нашу жизнь, наше сознание, наши сердца в последние 10 ночей. Сделайте вот что, братья. Каждую ночь. Вот в грядущие 10 ночей Рамадана еще 10 дней пройдет и доберемся до последних 10. Установите для себя комплект добрых дел, которые вы будете делать каждую ночь. Последние 10 дней Рамадана без пропусков. Если будете так делать, или не 10 ночей, а 9, может в этом году меньше дней будет. Смотря как Луна покажется. Если будете так делать, гарантированно попадете на ночь Кадр. Пусть это будет сколько-то страниц Корана. Сколько сможете. Если это будет один джуз Корана, прочитанный в ночь предопределения, то награду вы получите больше, чем за сколько? Это как по одному джузу читать. Каждую ночь. Всю жизнь. 83 года. И 4 месяца. Это сколько получается? 12 прочитанных Коранов в год. В месяц по Корану. А если читать по джузу, каждую ночь, в последние 10 дней месяца Рамадан, награды столько будет, как если бы ты прочитал 996 Коранов. И по сути, даже еще больше. Потому что Аллах говорит, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Аллах знает на сколько. Это значит один момент. Еще включите в комплект зикры. Субханаллах и так далее. И вот еще. Выучите кое-что. И читайте это в Рамадан. Посланник Аллаха сказал, это в Сахихе Муслима. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал одной из своих жен после Фаджра. Она сидела, Аллах опоминала. Всемогущенный велик. Пророк куда-то ушел и вернулся к намазу Зухр. Смотрит, и она все еще сидит. Пророк сказал, есть слова, которые, если прочитать три раза, то получишь награду такую же, как если ты поминаешь Аллаха с Фаджра до Зухра. Аллах причист ото всех недостатков, и я восхваляю его. Столько раз, сколько существует его творений. Столько раз, пока Аллах не будет доволен. Столько восхваляю, сколько весит трон Аллаха. Столько раз восхваляю, сколько слов Аллаха. А ведь если бы все деревья в мире превратились в письменные трости и все моря и океаны в мире превратились в чернила. И если все это умножить на семь и начать писать слова Аллаха, то чернила кончатся, а слова Аллаха не иссякнут. Вот столько раз я восхваляю Аллаха. Давайте со мной. Субхан Аллахи вот сколько вы получили награды. Столько, сколько получает человек, который сидит Аллах, опоминает с фаджра до зухра. И даже в 70 раз больше, потому что сейчас Рамадан. Это как 35 дней поминания Аллаха. Награда как за 35 дней поминания Аллаха меньше, чем за 15 секунд. А еще ночь предопределения добавьте. Также в ваш комплект добрых дел добавьте ночной намаз Тахаджу до 8 ракатов. Последние 10 ночей. И включите в комплект милостыню. Садака. Возьмите фунтов 300. Я каждый год говорю братьям это делать. И вам тоже говорю. Хоть сколько денег отложить, сколько сможете. И разделите на 10 дней. На равные части. И каждую ночь давайте милостыню. И таким образом одна из твоих милостыней гарантированно попадет на ночь предопределения. Что это значит? Это значит, что деньги твои во-первых, умножатся в 70 раз, потому что Рамадан, и еще умножатся до 700 раз, потому что Аллах в Коране говорит притчи о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло 7 колосьев по 100 зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. И плюс умножайте на 83 года 4 месяца за ночь предопределения. Пусть у вас будет комплект из 4 вещей. Поминание Аллаха, дополнительные намазы, чтение Корана и милостыня. На каждую из последних 10 ночей. И будешь одним из богатейших людей в вечной жизни. Да воздаст вам Аллах благо. И, наконец, вся хвала Аллаху Господу миров. Ассаляму алейкум.